Ребята, всем привет! Очередной выпуск субботних утренних новостей. Сегодня будем обсуждать самые свежие события, которые произошли на этой неделе. И также посмотрим на какой-нибудь один гаджет. Погнали! Вокруг компании Google, как всегда, творится что-то очень странное. Я говорю про их смартфоны Pixel, про утечки на этой неделе. Я думаю, вы все уже видели слившийся смартфон под кодовым названием Sarga Pixel 3 Lite. Ребята из розетки опубликовали у себя на сайте примеры фотографий, примеры кадров, снятых на камеру этого смартфона. И по какой-то случайности получилось так, что фотографии некоторые сняты в Одессе. И многие люди подумали, что это опять корни уходят ко мне. Нет, я в этом не причастен. Я в Телеграме уже записал на этот счет видео объяснение, что к этому я не имею никакого отношения. Хотя мне его предлагали сделать слив три недели назад от этого смартфона. Я отказался. Почему отказался? Можете просто посмотреть видео у меня в Телеграм-канале. Там я записал видео обращение к подписчикам. Но хочу поговорить про этот смартфон с точки зрения как бы железки, технической части. Это якобы удешевленная версия Pixel 3 на процессоре Snapdragon 670. Хочу сказать, что так себе процессор для смартфона Google. Потому что 9 Android на Pixel на самом деле очень ресурсоемкая оболочка и жрет очень много энергии. Работает не так расторопно, как хотелось бы. Но дело не в этом. У смартфона 4 гигабайта оперативной памяти. В принципе, все уже привыкли, что у Pixel 100 гигабайт оперативки. Но у него 32 гигабайта постоянной памяти. Для современного смартфона с такой камерой это вообще ни о чем. Это очень мало. А память не расширяется у смартфона. Его предположительная стоимость будет 500 баксов. Вроде бы прикольно иметь смартфон за 500 долларов с фирменной гугловой камерой. Потому что гугловая камера будет там якобы такая же, как и во флагманских устройствах. И она действительно безумно крутая. Фотки ночью, фотки днем потрясающие. На 32 гигабайта памяти. Это непомерно мало. Этого не будет хватить вообще ни на что. Через неделю просто память забьется. А вы там включите Google музыку, закачаете любимые песни. И все. Сделайте несколько фотографий, два видео и память закончится на смартфоне. Да, я знаю, что у них есть безлимит в Google драйве. Но все равно у вас мобильный интернет же не всегда будет под рукой выгружать огромное количество данных. Это очень спорное решение. Хотя, в принципе, за такие деньги, если вам действительно нужен хороший камерафон. Неплохое решение, я считаю. Следующая новость уже про текущий Google Pixel 3 и 3XL. Опять проблема. Проблема с камерой у людей. И глючит камера, не сохраняет фотографии. У многих просто после снимка на смартфон появляется пиктограмма снимка. Но при нажатии на пиктограмму фотография исчезает. И непонятно, почему это происходит. Пользователи Reddit копаются в коде приложения. Говорят, что якобы нашли какую-то непонятную несостыковку в программном коде, которая конфликтует с другими сторонними приложениями на смартфоне. Google пока еще ничего толком не обещает. Наверное, скоро выкатит очередной какой-то фикс-патч. Но как бы очень все коряво получается. Прям что-то сырой смартфон получился. То проблемы с экраном, то проблемы с софтом, программным обеспечением. Теперь проблемы с камерой. Хочу, кстати, сказать, что на моем смартфоне никаких проблем таких вообще не возникает. То есть я на него фотографирую, снимаю видео. Как бы проблемы не воспроизводятся. Но я не могу пойти против большинства людей. Действительно, на Reddit вот что есть, то есть. Многие жалуются. И это очень странно. Кстати, еще возникает вопрос. Когда же компания Google собирается показать этот новый Pixel 3 Lite Sarga? Когда будет эта презентация? В 2019 году? Либо же в этом году? То есть такое ощущение, что действительно поторопились, не успели. И сделали лишних продуктов, так сказать, в кавычках. Лишники. Основные продукты не смогли довести до ума. Пока приходится терпеть. И я замечаю, что мой Pixel 3 XL местами подлагивает. Действительно, работает не так быстро, как мне хотелось бы. Батареечка что-то кушается очень быстро. Не знаю, с чем это связано. Причем у меня он не перезагружен какими-то лишними программными настройками и программным обеспечением. Но как бы Pixel уже не торт. Черт возьми. И, кстати, не подумайте, что я пытаюсь как-то очернить имя компании. Мне очень нравится мой Pixel 3 XL. Я с ним хожу. Я не собираюсь его никуда продавать. Это будет мой второй смартфон на Android, которым я буду ежедневно пользоваться. И пользуюсь ежедневно. На нем у меня настроен разный софт. К примеру, софт для управления квадрокоптером DJI. Я именно им пользуюсь. Айфон для этого дела не беру. И все фотографии, которые я сейчас делаю, я делаю именно на Pixel 3 XL. Потому что мне нравится, как он работает. Режим Night Sight просто потрясающий. Если вы хотите увидеть отдельное видео про этот режим и разницу в снимках, еще можно сделать, поставьте лайк, напишите в комментариях. Я побегаю по городу ночью, поснимаю просто в HDR+, поснимаю в Night Sight, и потом сведем это все дело и посмотрим на разницу. Я думаю, многим зайдет такой видос. Поэтому поддержите эту идею. У компании Samsung происходит тоже неприятность. И они признались в этом сами. Буквально на днях глава корпорации, глава мобильного подразделения сам признался, что есть некоторые проблемы, с которыми компания не может справиться. Стало известно, что главу мобильного подразделения могут сменить, если финансовая ситуация не улучшится в ближайшее время. Сам Кох Дон Джин в интервью Корея Геральт публично признал, что его подразделение в последнее время ухудшило позиции на мировом рынке смартфонов. Что интересно, он использовал слово «кризис», описывая состояние, в котором сейчас находится подразделение Samsung Mobile. Сотрудники мобильного подразделения Samsung сами сказали, что получили письмо от их начальника, в котором говорится, что он сожалеет о текущем кризисе Samsung на мобильном подразделении на рынке смартфонов и надеется, что предстоящий анонс Galaxy S10 и сгибаемого смартфона Samsung сможет исправить эту ситуацию. И вы спросите, а в чем же кризис? Кризис выражается в популярности в смартфонах, в охвате и в принципе в доле рынка. Samsung теряет долю рынка на главных вообще рынках всего мира. К примеру, в Индии компания Xiaomi X сместилась с первого места и заняла лидирующую позицию. Huawei вообще во всем мире выжимает Samsung по всем фронтам и ценой, и продажами, и ассортиментом, поэтому в следующем году, я считаю, что произойдет следующая ситуация, Samsung начнет увеличивать количество смартфонов, именно ассортимент. И это очень странно, ведь как раньше было, когда Samsung занимал лидирующие позиции, еще во времена Samsung Galaxy S5, Galaxy S6, у них был максимальный ассортимент устройств, у них было очень много смартфонов, и многие люди говорили, зачем так много? Пришел новый человек в компанию, сказал, так, убираем все лишнее, переосмысливаем дизайн, и когда вот появился Galaxy S6, это был результат работы нового человека, они убрали большое количество моделей смартфонов, оставили только главные товарные позиции и сделали на них упор. И в принципе неплохого результата добились. Но теперь опять происходит ситуация, когда они вынуждены расширять модельный ряд, и мне кажется, что даже Galaxy S10 будет выходить чуть ли не в трех вариациях, только один флагман будет в трех моделях. Но если уж компания Apple плодит смартфоны в таком количестве, то, конечно же, Samsung и подавно будет это делать, потому что там еще и Xiaomi делает по 20 смартфонов в год, Huawei выпускает какое-то невероятное количество, нужно как-то занимать информационное поле и вообще бороться во всех фронтах, в низком ценовом сегменте, в среднем ценовом сегменте и в высоком ценовом сегменте. Инстаграм и последние новости о самой популярной и самой фальшивой социальной сети в мире. Почему самые фальшивые? Потому что большинство людей в Инстаграме пытаются выдавать свою жизнь за такую, которая она в принципе не является, показывают себя с той стороны, с которой они на самом деле не являются. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, Инстаграм опубликовал недавно пресс-релиз о том, что скоро будет бороться с накрутками, а именно будет бороться с фейковыми лайками и прочими просмотрами, которые делаются при помощи стороннего программного обеспечения, которое позволяет делать так называемый процесс масс-лайкинга. И многие люди такие говорят, о, вот круто сейчас Инстаграм почистит ботов и прочие вещи. Я уверен, что Инстаграм ничего делать не будет вообще. Ну то есть да, он почистит чисто символически, показывая, что он борется за чистоту и за правду. На самом деле, если копнуть глубже, то, наверное, половина аудитории Инстаграма это тупо боты. Боты и фермы. Если компания Цукерберга реально зачистит большинство фейковых аккаунтов, ботов и накруток, то показатели компании упадут в половину. Это очень сильно отразится на ее стоимости, на ее акциях. Никто этого в здравом уме делать не будет. А то, что я говорю, что в Инстаграме действительно половина трафика это левый трафик, это реально боты и накрутки. Это действительно так, и вам это может подтвердить любое рекламное агентство и любая компания, которая занимается подобными махинациями. Каждый день ко мне в Директ приходят тысячи предложений просто накрутить подписчиков, лайков, вывести в топ что-то, которое я, конечно же, игнорирую. Бывает даже такое, что тебя не спрашивают, просто берут твою фотографию, кидают на нее 2000 лайков, потом через сутки приходят и говорят, ну как, понравилось, хочешь продолжить, заплати деньги. Я говорю, пошел в жопу, мне это как бы вообще неинтересно. Но вот такая вот ситуация, Инстаграм, конечно же. И вообще ситуация с фейковыми просмотрами, это очень болезненная ситуация. Она, кстати, присутствует и в Ютубе тоже. В Ютубе накручивают и выводят видео в тренды, очень разные сомнительные каналы. Бывают даже каналы однодневки появляются, выпускают какое-то видео и попадают в топ-5 трендов, не давая честным авторам пробиваться и хороший свой контент выводить в тренды так же. Это, конечно же, очень пенчально. Выигрывает тот, у кого больше в итоге денег, кто готов инвестировать вот в такую накрутку и стать более-менее популярным. Если честно, на этой неделе с новостями все. Я вот сейчас перелопачиваю все события, которые произошли за неделю, и как-то под конец года становится немножечко скучно, поэтому сегодня будем говорить про гаджеты. Сегодня у нас в центре внимания флешка. Да, флешка. Многие спросят, типа, какая флешка в 2018 году? Я сейчас объясню, что это такое. Kingston делает интересные гаджеты. Эта флешка называется Data Traveller Bolt Duo. Она предназначена для iOS-устройства. Я нашел этой флешке очень интересное применение лично в своем случае. Когда компания Apple показала в 2018 году новые iPad'ы, позиционируя их прям всерьез, как замена ноутбуку, да, вот прям рабочее решение, я расчехлил свой iPad 2018 года, который, к слову, очень неплохо до сих пор работает, я его не собираюсь менять, и решил понять, могу ли я реально работать за iPad'ом? Вот вообще, сможет ли он мне при необходимости заменить ноутбук? Возможно ли им гибко пользоваться? Я начал перечислять сценарии использования этого устройства, что я могу на нем делать, чего я делать на нем не могу, и оказалось, что большинство функций действительно можно выполнять, даже можно делать легкий монтаж видео, но, как говорится, как бы, понимаете, беда приходит в самых неизвестных местах и вообще внезапно. Элементарная ситуация. Каждый день мы сидим здесь вот в студии, записываем видосы. Записали для вас видео, оператор берет фотоаппарат, идет к компьютеру, монтирует видос, потом берет файл и передает его мне. То есть, как мы можем это сделать? Мы можем это скинуть, допустим, все дело в облако, да, потом я его скачаю, но это как-то странно делать в рамках одного помещения. Мы находимся рядом, и облако это не такое быстрое, как бы, средство передачи данных, как, к примеру, передача данных через какой-то носитель, накопитель. Соответственно, этот видос мне дают на флешке, либо же на жестком диске, после чего я его вставляю в свой компьютер и заливаю на YouTube. То есть, чтобы вы понимали процесс вообще создания контента, особенно его оформление, заливка на YouTube, оформление, прописывание тегов, это очень долгий процесс, который может занимать даже до часу, отрисовка картинки, настройка всего этого дела. И на iPad бы я мог это тоже делать, потому что приложение YouTube это делать позволяет, но есть одно большое но. Как только мне дают какую-то флешку, либо же просто дают ссылку в Google Drive, я на iPad с ней сделать вообще ничего не могу. То есть, я открываю на iPad ссылку Google Drive, а я не могу скачать этот файл. Даже беру сторонние даунлоудеры, они не скачивают файл через Google Drive в память iPad. Даже в сторонние файловые менеджеры. Если я скачаю файл в сторонний файловый менеджер, то я не смогу его никак вообще отдать этот файл приложению YouTube, чтобы он просто его загрузил на хостинг. Но вот с этой штукой я могу это сделать, потому что это двойная флешка. С одной стороны у нас Lightning, с другой стороны у нас обычная USB. То есть, вообще, предназначение у нее совершенно иное. У нее предназначение следующее. Вы устанавливаете эту флешку в iPhone, либо же iPad, скачиваете приложение Kingston из App Store. Кстати, когда вы вставите флешку в свое устройство, оно автоматически вам предложит установить программу. То есть, здесь зашит какой-то вот такой вот сигнал, который показывает, типа, это я Kingston был, типа, разрешить доступ, разрешить. Все, у меня уже закачано это приложение. И вообще, эта флешка позволяет очень удобно переносить медиафайлы, фото и видео. Более того, она позволяет вам делать фотографии и видео, то есть, снимать прямо на флешку. То есть, сразу, вот из приложения. Сразу же вы сняли, и вся информация у вас находится здесь. Кстати, здесь еще есть очень удобный способ делать бэкап данных. Бэкап ваших фотографий, то есть, перенос. Нажимаете клавишу перенос, и она предлагает вам либо же перенести все фотографии, которые есть на вашем айфоне на флешку, либо же сделать это выборочно. Казалось бы, да, ну, примитивная функция, но насколько она удобная. Особенно учитывая тот факт, что на айфонах и айпадах память никак не расширяется. Вот такая тема, кстати, была бы тоже неплохо, если бы она была бы, допустим, под Google Pixel, потому что у него тоже память не расширяется. Сейчас вообще большинство флагманов современных начинают выходить без возможности расширения памяти. Это, с одной стороны, странно, с другой стороны, понятно. И вот такие вот маленькие гаджеты позволяют вам реально расширить возможности и вообще эксплуатацию вашего устройства. Очень простое приложение, очень простые функции. Сразу показывает, сколько свободно памяти на айфоне, сколько свободно памяти на самой флешке. Скорость передачи данных где-то 130-140 мегабайт в секунду. В принципе, этого достаточно, чтобы быстро сделать бэкап фотографий на флешку и дальше их отнести к какому-то человеку. Бывают даже такие ситуации, когда действительно нужно, допустим, распечатать фотки со смартфона. Ну, некоторые люди это делают. Вставил, переписал нужные фотографии в полиграфии, отдал, печатайте, пожалуйста, и все четко работает. Кстати, эту флешку можно запаролить через родное приложение либо же паролем, либо сканером отпечатка пальцев, что тоже прикольно сделано из алюминия. Это версия на 32 гигабайта. Здесь интерфейс USB 3.1. Очень быстрый интерфейс, если нужно по-быстрому скинуть большой объем данных, допустим, видосы какие-то огромные в 4К, почему нет. На эту флешку помещается, насколько я помню, по заявлению около 32 тысяч фотографий и 8 часов Full HD видео. 8 часов Full HD видео, которое, к слову, можно прям сразу на нее и записывать. Ну, в принципе, тоже неплохо. Кстати, у ребят из Kingston есть собственный YouTube-канал, где они тоже делают обзоры разной техники, так что поддержите их, перейдите, передайте привет от Лучкова, им будет приятно. У них, например, есть интересные ведущие, к примеру, Красная голова Рекс и Триша. Интересно, кто это такие, посмотрите и поддержите их. Бегом на канал и подписывайтесь, передавайте от меня привет. По ссылке в описании к этому видео будет подробная информация об этом продукте, цене, доступности. А в следующем видео мы с вами будем говорить про самодельные наушники. Тоже интересная тема. Кстати, в своем инстаграме я уже сделал там спойлер небольшой про этот продукт. Можете подписаться на инстаграм, можете подписаться на телеграм, потому что вот такие вот штучки туда попадают в первую очередь. С вами был Иван Лучков. Вот с таким выпуском новостей. Всем пока.